Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Если вы имели опыт получения загранпаспорта, то уж точно сталкивались с сотрудниками этого ведомства. Раньше это была миграционная служба, сейчас подразделение МВД по вопросам миграции. 30 сентября этого года заканчивает свое действие отдельное положение указа президента, касающихся вопросов о регулировании правового статуса иностранных граждан, которые не легализовали свое пребывание на территории региона. Со стороны самарской полиции проводилась работа по максимальной легализации иностранных граждан. Вот как это происходило, я говорю сегодня с моим гостем в студии, начальником отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Самаре Андреем Евгеньевичем Князевым. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот как же граждане, иностранные граждане воспользовались вот так называемой миграционной амнистией? Ну, количество иностранных граждан, к которым обратилось за определение своего правоположения, количество, конечно, большое. Мы провели большую объемную работу в этом управлении, вот, им была предоставлена возможность легализоваться на территории Российской Федерации. Соответственно, у них еще есть какое-то количество времени, до 30 сентября включительно, чтобы они свое правоположение определили, в данном случае в нашем регионе. Соответственно, они могут и оформить регистрацию, и оформить разрешительные документы на трудовую тезис, это патент, разрешение на работу, вот, даже те иностранные граждане, которые прибыли у нас до ограничительных мер, до 15 марта 2020 года, соответственно, они тоже сейчас могут обратиться, вот, за предоставление данного услуги, соответственно, вот, и оформить, как говорится, все документы, которые им необходимы. Хорошо, но вот если иностранный гражданин пребывает на территории Самарской области, то он, конечно же, об этом знает. Правильно? Или не во всех случаях? Нет, ну, он понимает, где он находится. Понимает, где он находится, конечно. Так вот, давайте предположим такую ситуацию, что если человек, ну, вот, либо, к примеру, недавно прибыл, либо не знает об этом, скажите, пожалуйста, вот, какие последствия могут быть, если человек не оформил официально бумаги, и вообще, как стоит это сделать, куда нужно обратиться, каким образом? Сразу накидаю много вопросов, и много ли это по времени займет, вот, давайте по порядку, куда стоит обратиться? Ну, у нас есть миграционный центр специально для, соответственно, облегчения и получения этих документов. Они могут обратиться в эти миграционные центры, там им подскажут, как говорится, и уже оформят все необходимые документы. Так. Вот, соответственно, прежде всего, если он, допустим, здесь находится незаконно на территории нашего региона, он должен оформить миграционный учет, стать на миграционный учет. Вот, если он, как бы, приехал сюда работать, осуществлять трудодействие, соответственно, нужно оформить, там, патент, либо разрешение на работу, либо заключить трудовой договор. Ну, все зависит от, из какой он страны приехал. Если он входит в Евразийский союз, соответственно, значит, он должен оформить трудовой договор на трудовую деятельность свою. Вот, остальным иностранным гражданам, там, если сближенную зарубежь, соответственно, нужно оформить патент на трудовую деятельность. Так, что такое патент, что это за документ? Для кого он необходим? И обязателен ли он, если человек пока просто проживает на территории нашего региона и еще не устроился на работу? Ну, для того, чтобы ему проживать, ему, соответственно, на что-то жить, правильно? Им нужны какие-то средства. И в основном все мигранты приезжают с целью работать у нас. Для того, чтобы поработать, им нужно оформить разрешительный документ. Вот патент как раз является документом, разрешая право работать. В миграционном центре он также может оформить этот патент. Соответственно, после оформления, после получения его на руки, он уже может заниматься трудом. Да, трудовой деятельностью. Скажите, пожалуйста, сколько в итоге удалось лиц легализовать? Давайте сейчас данные приведем по 2021 году. Ну и, конечно, всегда интересна статистика. Сколько в том году, сколько в этом? Ну, в период проведения гражданных мер, соответственно, мы уже легализовали больше 20 тысяч человек. И сравнивать с прошлым годом, это на более 80% мигрантов. Всех приезжающих, да? Да, да. И как бы у них сейчас еще есть возможность легализоваться. И, пожалуйста, обращайтесь в миграционный центр и оформляйте нужные документы. Давайте мы все-таки порассуждаем на тему, какие последствия влечет за собой несоблюдение этих мер и неоформление разрешительных документов. Что грозит в итоге? Какие мероприятия по выявлению таких нарушителей проводятся вашей службой? Ну, для более положительной легализации мигрантов влияет, конечно, проведение оперативных профилактических мероприятий, всяких всевозможных рейдов. Соответственно, мы при проведении этих мероприятий уже какие-то даем разъяснения иностранцам, куда им нужно обратиться с документами, чтобы они дальше продолжали законно находиться на территории нашего региона. Вот. И, соответственно, оформлять документы разрешительные. Для всех ли пакет этих документов обязательный? Для всех ли категории граждан? Я имею в виду иностранных, которые приезжают в наш регион. Я сейчас здесь буду говорить о мужчинах, о женщинах, о пожилых людях, о подростках, детях и так далее. Вот давайте прямо расставим все точки над «и». Расскажите, пожалуйста, кому в первую очередь необходимо иметь при себе вот этот пакет документов. Ну, я же еще и говорил, как бы если они приезжают работать сюда, им нужно, соответственно, оформить разрешительный документ на трудовую деятельность. Но после того, как они приехали, им нужно уведомиться о своем проживании здесь, то есть встать на миграционный учет, чтобы мы знали, где они проживают. И, соответственно, уже цель въезда, если работа, значит, работа есть, частный въезд, то, значит, они хотят обратиться за получением российского гражданства. Это уже иная категория иностранных граждан, потому что они могут подать заявление на получение разрешения на время проживания, вида на жительство. Вот, в принципе, так. Хорошо. Какие мероприятия, расскажите, пожалуйста, поподробнее проводятся вашим ведомством, вот как раз по вопросам миграции, по проверке соблюдения именно законодательства? Ну, вот помимо рейдов, что еще вы проводите и как работаете в этом направлении? Ну, в основном мы проводим рейды по профилактике правонарушений, соответственно, уже информируем иностранцев и направляем в миграционные центры для, соответственно, легализации. Для регистрации. Андрей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как проходит работа с иностранными гражданами, которые давно проживают в нашем регионе, решили остаться, заводят семьи и вот решили как раз стать гражданами Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, что изменилось именно в законодательстве для этой категории населения? Ну, с 24 июля у нас текущего года, значит, упростился подача заявлений на приеме в гражданство. Это категория граждан, проживающих в Российской Федерации, по виду на жительство. Им не нужно будет представить документы, подтверждающие источник своих средств существования. Также упростили граждан Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана. При получении вида на жительство они смогут без срока пребывания, там в течение пяти лет, обратиться с заявлением о приобретении гражданства. Получая, значит, упростилась процедура получения гражданства для иностранцев, окончивших российские вузы, снижен срок официального трудоустройства и стажа, соответственно, с трех до одного года. И также сократился срок рассмотрения заявлений о приобретении гражданства с шести до трех месяцев. То есть процедура упрощается, и иностранцы, у которых имеются близкие родственники граждан России, родители, один из родителей тоже могут подать документы на получение российских гражданств. Скажите, пожалуйста, абсолютно ли все граждане иностранные имеют право и возможность получить гражданство в Российской Федерации? Вообще, насколько эта процедура сложна? Мы сейчас говорим об упрощении, я все понимаю. Но есть ли такие категории граждан, которые не получат гражданство в Российской Федерации ни в коем случае? Какие это категории? Ну, это категории, которые имеют тяжкие преступления, в основном эти иностранцы, которые были выдворены за пределы территорийской Федерации, там неоднократно у них было выдворение. Тоже у них будет проблема с получением российского гражданства. То есть вы имеете в виду, это лица, которые работали без разрешительной документации, то есть пересекали незаконную границу и так далее и тому подобное. То есть вот эти лица. Хорошо. Нововведения, связанные с оформлением российских паспортов, предоставление и проставление там отдельных отметок, вот что изменилось здесь? Ну, у нас произошли, значит, внесены в постановлении правительства у нас изменения. То есть теперь граждане Российской Федерации, которые получают у нас паспорта, могут отметки, значит, о регистрации, о расторжении брака, там, о раннем выданных паспортов и другие отметки не вносить. Либо вносить, ну, то есть, с его согласия, да, пожелания. Вот. Соответственно, паспорт, который они, допустим, по достижению возраста, 20-45 лет граждан, которые исполнились, у них он является действительно еще в течение 90 дней. По истечении 90 дней, соответственно, они должны подать заявление с заменой этого паспорта. Хорошо. Какие отметки остались обязательными в паспорте? Ну, о регистрации. О регистрации. То есть о детях и о браках можно не ставить, да, как вы уже сказали, пожеланиями. Хорошо. Возрастные, то есть, ограничения никакие не изменились, да? То есть сейчас паспорт получают с 14 лет, как и было. Да, с 14 лет, а мы по достижению 20-45 лет. С 45 лет? Уже бессрочно. Хорошо. А если гражданин Российской Федерации исполнилось 14 лет, а он не идет оформлять паспорт, это будут? Ну, какие-то, может быть, административные штрафы? Ну, если только в отношении родителей, потому что он является несовершеннолетним, ну, могут применяться какие-то санкции. То есть нужно, когда исполняется 14 лет, все-таки необходимо заняться оформлением паспорта? Конечно, да. В 14 лет уже должен получить паспорт, до 18 лет это обязательно. Хорошо. Что изменилось в оформлении загранпаспортов? Для каких категорий населения сложно ли и как сейчас нужно оформить паспорт и сделать это правильно, быстрее, ну и, конечно, комфортнее? Ну, комфортно и быстро, значит, получить заграничный паспорт, это лучше обратиться через единый портал госуслуг. То есть гражданин сидит дома у себя, никуда не выходя, может любое время, хоть ночью подать заявление о получении заграничного паспорта. Обращается, один раз он приходит за получение паспорта и там в течение определенного времени ему его выдают. Также на портале госуслуг имеется скидка в размере 30%. То есть очень удобно и... Ну, экономит время и средства, да? Да, и время и средства, да, экономит. Ну, и тем более, конечно, сейчас в такой непростой период, когда именно возрастает заболеваемость, можно себя еще и ограничить от контакта, да, с посторонними людьми. Скажите мне, пожалуйста, есть ли такая информация, сколько сейчас составляет госпошлин на оформление российского и загранпаспорта? Ну, российского у нас в размере 300 рублей. Так. Если мы берем заграничный паспортов старого образца, то 2000 рублей там со скидкой плюс 30% или нового образца там 5000 со скидкой опять же 30%. Нового старого образца, разъясните здесь тем, кто не знает, здесь имеется в виду 5 и 10 лет или биометрический паспорт, да? Да, старого образца это 5-летний, на 5 лет выдается, соответственно, другой, это у нас 10-летний биометрический паспорт. Ну, конечно же, разница все-таки в цене небольшая, но все-таки, да, вот эта вот разница в годах 5 лет, она все-таки достаточно существенна, да? Вот все-таки возрастает ли спрос как раз на оформление заграничных паспортов? Есть такая статистика у вас? Да, это возрастает спрос, сейчас вот открывается авиасообщение, разрешает уже выезжать в страны, люди едут отдыхать, соответственно, идут за оформлением там паспорта вновь. Или у них уже старый закончился срок действия паспорта, они тоже приходят менять паспорт на новый. Статистика, да, сейчас пандемия, как бы, она сыграла роль, но все равно люди идут, обращаются и как бы с каждым днем все больше и больше. Можно ли сказать, какой все-таки больший сервис пользуется популярностью? Я имею в виду оформление загранпаспорта через портал госуслуг, либо все-таки личный прием, какой пользуется большей популярностью? Ну, еще здесь, конечно, мы будем говорить о временных рамках. Не всегда на портале госуслуг это происходит быстрее, либо однозначно можно говорить в сторону все-таки электронного оформления документов? В сторону электронного, он через портал, ты говоришь, удобно, быстрее. Какие сроки, кстати? Ну, вот мы говорим быстрее и быстрее, а сколько? Ну, срок оформления российского паспорта, я говорю, у нас здесь с новыми введениями, это до 90 дней, там по достижению 20-45 лет. А так, во всех остальных случаях, 10 дней, это если гражданин обращается по месту жительства, и в течение 30 дней, если он обращается по месту своего пребывания, либо по месту обращения. Хорошо. Вот ситуация, все-таки мы вернемся к иностранным гражданам, да, ситуация, многие самарцы, ну, а при строительстве дач, вот особенно, да, в летний сезон загородных домов, привлекают иностранную рабочую силу, ну, потому что это дешевле, это быстрее, иногда даже, ну, вот не в обиду будет сказать, лучше местных строителей. Вот скажите, пожалуйста, несет ли ответственность собственник участка за то, что у него работают лица без регистрации, без разрешения на работу? Да, конечно, ответственность несет, иностранные граждане, которые въехали к нам на территорию Российской Федерации с целью въезда работы, должны оформить такие разрешительные документы, вот, и зачастую, как бы, бывает, когда проводятся операоффективно-профилактические мероприятия, либо рейды какие-то, мы выезжаем и выявляем иностранных граждан, которые трудятся без патента, там, либо без трудового договора. Вот, да, работодатель несет ответственность, соответственно, кодексам административных правонарушений, вот, и на него налагаются административные штрафы. И мы тоже разъясняем им порядок получения этого, там, разрешительных документов. Вот, и сейчас мы, как бы, всех легализуем, и очень много мы патентов уже оформили иностранцам, там, статистика у нас повышается, поэтому. Ну, наверняка, такие рейды проводите вы, наверное, на каких-то больших объектах строительства, все-таки в частную собственность, в калитку, в звонок вы, наверное, не постучите и не будете спрашивать разрешения, либо я ошибаюсь. Нет, почему же, везде мы проводим, и также и частные дома, и дачные садоводческие товарищества проверяем, и большие объекты, в том числе и строительные большие объекты. И кафе, и рестораны, где наверняка трудятся, да, общий пид. Да, 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 все эти объекты подвергаются проверками, в основном мы их там, как бы, в такой момент мы рассказываем, как получить это все. Ну, то есть вы хотите сказать, что ответственность с первого раза не наступает, вы, наверное, объясняете. И наступают все-таки штрафы. А вот приличные штрафы за, допустим, вот если мы сейчас говорим о частном предпринимателе, о ИП, если, допустим, вот работают нелегально ни один, ни два, а десять человек, вот для собственника бизнеса будет серьезный урон? Штрафы, да, штрафы большие, в соответствии с кодексом у нас там меры ответственности предусмотрены. Но большие какие можете назвать? Ну, если вот брать, допустим, там по КОАПу 18.15, по части первой статьи у нас на работодателя предусмотрена ответственность, там штраф от 250 до 800 тысяч рублей. Ну, конечно, приличные деньги, да. В отношении каждого иностранного гражданина. За каждого иностранного? За каждого, да. И зачастую, я говорю, сейчас большинство, конечно, вот этих фирм, работодатель, они оформляют, чтобы как бы не подвергнуться такому большому, такой большой сумме штрафов. Скажите, пожалуйста, а вот сами иностранные граждане, насколько законопослушны, пересекли границу, и они идут в первую очередь в ваше ведомство или все-таки уже во вторую? Я имею в виду, что понятно, когда ты оформляешь все документы и жить спокойнее, и работать комфортнее, и ты знаешь, что с тобой не придут и не накажут ни тебя, ни твоего работодателя. Вот насколько вы ведете еще и разъяснительную работу среди населения, что они идут и оформляют, оформляют документы? Да, они приезжают, и вот в основном, они даже через друзей там все знают, куда идти, и вот к нам в миграционный центр обращаются, соответственно, и за регистрацией, и, соответственно, за патентом и оформляем. Каким образом вы преодолеваете языковой барьер вашей сотруднике? Зачастую все они приезжают, но знают русский язык. Мало тех, кто приезжает, русский язык не знают. Так что тут, ну, конечно, есть переводчики, с переводчиками приходят и переводят, и мы им все разъясняем, и они также оформляют документы. Ну, то есть вы хотите сказать, что сложности при оформлении документов, как правило, не возникает? Нет, не возникает, да. То есть все формы стандартные, все написано, понятно, и я не знаю, не понимаю, такого уже в вашей службе, наверное, редко встретишь, да? Изучают, да, язык и приезжают. Почему, давайте еще расскажите, пожалуйста, почему так важно оформить все разрешительные документы? Давайте напомним еще о сроках, кто сейчас с нами не с начала программы. Мы тему заявили до 30 сентября, да, так называемая миграционная амнистия. Давайте еще раз озвучим, что, где и как необходимо оформить. Ну, иностранные граждане, которые сейчас пребывают на территории нашего региона, либо которые здесь уже находятся, давно находятся, даже до пандемии у нас до 15 марта 2020 года въехали, они могут обратиться в миграционные центры к нам для своего легализации, то есть и уже оформить там регистрацию свою, разрешительные документы, патент, разрешение на работу там. Все эти документы, они могут в этом миграционном центре едином оформить и, соответственно, жить спокойно и трудиться. Андрей Евгеньевич, такое понятие, как фиктивная регистрация, я думаю, что тоже актуально на данный момент. Ну, проще говоря, это когда люди у себя в квартирах прописывают по нескольку десятков человек. Во-первых, имеет ли место быть в нашем регионе вот такие нарушения? Массово ли они у нас зафиксированы? И, конечно, давайте поговорим о последствиях. Ну да, есть такие у нас квартиры, адреса с массовой постановкой на миграционный учет у нас там в гараже, мы с ними активно боремся, предусмотрены даже вплоть до уголовной ответственности за данные нарушения. Мы очень часто возбуждаем уголовные дела, это по 322 статье Уголовного кодекса у нас. И, соответственно, как и боремся, так же и снимаем лиц с миграционного учета. То есть иностранные граждане приезжают, допустим, фиктивно где-то регистрируются через кого-то и потом узнают, что их сняли. Вот так вот делать не нужно. Нужно, где он проживает, там он должен, как так называемый, зарегистрирован. Регистрирован, да. И, соответственно, там проживать. Если он там не проживает, это, опять же, фиктивная регистрация. Последствия? Последствия, это, значит, административный протокол, административно-ответственный штраф. В принципе, с резинкой понятны. Ну, а может быть, приведете какие-то реальные наглядные примеры, что у нас в Самаре были зафиксированы такие случаи, до скольких человек было прописано на, скажем, одна-двухкомнатная квартира на 50-60 квадратных метрах. Ну, и наверняка вот какие-то такие показательные случаи были. Были у нас такие адреса в Советском районе, вплоть до уголовных ответствий, там возбуждали уголовные дела. И лица, которые, значит, нанесли эту ответственность, сейчас уже не ставят на миграционный учет большого количества. Но это десятки, исчисляет десятки. Ну, как правило, наверное, сигнализируют соседи о таких нарушениях, да? Нет, как правило, мы все это узнаем, у нас все это видно, мы отслеживаем постоянно, на постоянной основе. И, соответственно, начинаем бороться. Хорошо. Вернемся все-таки еще к последствиям неоформления правильных документов именно иностранных граждан. Вот мы сказали про административную ответственность. Ну, а что еще может грозить лицам, которые постоянно, систематически работают и проживают на территории нашего региона без соответствующих документов и разрешений? Ну, если иностранные граждане проживают здесь с нарушением режима пребывания, незаконно находятся, мы их выдворяем. То есть, есть такая у нас процедура выдворения. После того, как мы его выдворяем, то есть, либо мы выносим, вернее, суд у нас выносит решение, там, содержание спецприемки, или самостоятельный выезд. После убытия мы им закрываем въезд на пять лет. То есть, стоит только один раз попасться, как говорится, нарушить, и ты уже не въездной. Соответственно, сейчас иностранным гражданам мы всем даем возможность легализоваться, чтобы такого не было. Ну, вообще, вот мы с вами сегодня говорим, говорим об этом, а процедура-то сама, она сложна или нет? Она в чем заключается? Прийти в миграционную службу и написать несколько заявлений, или все-таки придется находиться там долго времени, потратить средства и так далее? Успокойте вот иностранных граждан, обнадежьте их, что ли, либо расскажите, ну, вот реальный пример, что это сделать просто, доступно и без последствий потом работать. Это совершенно несложно. Им нужно просто обратиться в миграционный центр. Принимающая сторона, кому он вселился, этот иностранный граждан, приходит с его документами, либо самим с ним, и уже стоит на миграционный учет. То есть, уведомляет, что он у него проживает. Процедура не такая сложная. Берет паспорт, иностранный свой паспорт, право устанавливать документы на жилое помещение и обращается в миграционный центр. Хорошо. Давайте поговорим об обратной связи с населением. Какие отзывы касательно вашей работы поступают к вам в службу? Ну и все-таки больше ругают или благодарят? Нет, больше, конечно, благодарят. Люди, значит, на сайт МВД у нас могут обратиться, значит, с отзывами, с положительными, также с отрицательными отзывами. Все лихо устраивает в нашей работе. Но в основном все положительно, конечно. Практически 100% у нас положительных отзывов, всем нравится. Есть ли, может быть, какой-то пример, который лично запал в душу, запомнился? Какой-то, может быть, случай интересный, нестандартный? Ну, случаи, очень много таких бывало. Это люди, которые, допустим, хотят зарегистрироваться на едином портале госуслуг, но у них не получается. Таких очень много граждан. Они обращаются в ведомство, в МВД к нам. Мы им помогаем зарегистрироваться на едином портале госуслуг, подтвердить также личность. Все в одном месте мы предложили личность, и они могут прямо при нас, или мы даже им помогаем подавать заявление, допустим, на какую-то госуслугу. То есть вы хотите сказать, что также работает и работает успешно горячая линия, по которой можно позвонить и какие-то вопросы задать? Конечно, проконсультироваться, все расскажут, покажут. Это все делается в любом ведомстве МВД. И они вот оставляют положительные отзывы после всего. Это им нравится, как мы с ними работаем. Ну что же, спасибо большое. Вот именно на этой позитивной ноте хочу закончить наш с вами разговор. Благодарю вас за информацию, с которой пришли сегодня поделиться со мной и с уважаемыми телезрителями. Ну, а я хочу сказать спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Ну, а если что-то непонятно, вы знаете, куда звонить на горячую линию. Ну, и, конечно же, с документами, все-таки с разрешающими жить спокойнее и комфортнее. Всего хорошего. До свидания. До свидания.